Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию видео-обзор по техническому анализу основных валютных пар. Рассмотрим валютные пары с евро, британским фунтом, японской иеной, канадским долларом и австралийским долларом. Сегодня 28 января 2020 года, вторник. Неделя входит в свою горячую фазу и до конца недели возможны большие движения, а я со своей стороны постараюсь обозначить их направление. Помним о том, что торговые рекомендации не являются руководством действий и не гарантируют успешного исхода, поэтому прежде всего соблюдаем риски. И как всегда начинаем с валютной пары евро-доллара, которая вчера продолжила ограниченно снижаться. На вчерашней сессии пара после небольшой консолидации снизилась к отметке 1.10.10, где нашла поддержку и снова начала консолидироваться. В целом это может свидетельствовать о затухании потенциала для снижения, однако пока не появился сигнал на разворот, рекомендую придерживаться прежнего прогноза на снижение, так как все еще не исключено ускорение движения. Текущее сопротивление расположено на уровне 1.10.25. Цена уже протестировала данный уровень и делает попытки совершить отскок от него. Если это случится, то цена направится к ближайшим уровням поддержки на 1.09.89 с потенциальным продолжением до 1.09.59. Только в случае пробоя уровня 1.10.25 и закрепления выше уровня 1.10.53 появится сигнал на отмену текущего прогноза и начало разворота. Фунт продолжает снижаться в соответствии с основным прогнозом. На вчерашней сессии валютная пара нашла поддержку на уровне 1.30.55, после чего попыталась вырасти, однако встретила сопротивление на отметке 1.30.04 и начала снижаться, остановившись около отметки 1.30.40, где расположена промежуточная поддержка. Уже сегодня пара пробила данный уровень и начала снижаться дальше. Однако потенциал снижения все же ограничен, поскольку глобально пара уже несколько недель находится в широком диапазоне, и в данный момент цена как раз направляется к его нижней границе. Первую серьезную поддержку цена может найти на уровне 1.29.94 с вероятностью прохождения до 1.29.62, откуда цена может направиться уже к верхней границе диапазона с ближайшей целью в районе отметки 1.31.20. Сигнал на отмену данного сценария появится только если цена опустится ниже уровня 1.29.14, что позволит говорить о продолжении нисходящего движения. Поехали дальше. Японская иена постепенно продвигается по направлению основного прогноза. Вчерашняя сессия началась сразу со снижения. Пара упала до отметки 1.18.73, однако после этого, видимо, решила взять паузу и ушла в консолидацию в диапазоне 1.08.81 и 1.09.10. Сегодня была протестирована верхняя граница этого диапазона и предположительно цена снова может продолжить свое снижение. При реализации этого сценария ближайшими целями для пары выступают уровни в районе 1.08.45 и 1.08.28. Отмена данного прогноза произойдет, если пара выйдет из диапазона вверх и закрепится выше разворотного уровня на 1.09.46. Ну и вот канадский доллар также постепенно продвигается по направлению основного прогноза Вчера пара почти всю сессию росла от уровня поддержки на 1.3124, который сдержал попытку снижения цены, дойдя до уровня 1.3189, где столкнулся с серьезным сопротивлением, около которого продолжил консолидироваться. Прогноз на продолжение роста все еще актуален, и он может продолжиться до ближайшего уровня на 1.3214 с потенциалом продолжения до отметки 1.3260. При этом ключевым уровнем поддержки выступает отметка 1.3268. Отмена прогноза возможна, если пара опустится и закрепится ниже разворотного уровня на отметке 1.3137. Ну и наконец австралийский доллар довольно активно продолжает снижаться в соответствии с основным прогнозом. Пара снижалась всю вчерашнюю сессию, стартовав с уровня 0.6825 и опустившись до локального минимума на уровне отметки 0.6752. Это позволяет сохранить в силе прогноз на снижение, который может продолжиться и сегодня до ближайшего уровня на 0.6711 с потенциальным продолжением до 0.66777. При этом ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0.6774 и только при росте и закреплении выше разворотного уровня на 0.6804 можно будет констатировать отмену данного прогноза и смену приоритета. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Это был обзор по техническому анализу от компании Тикмил. С вами был Арман Бесимбаев. До встречи в следующем выпуске. Всем удачи и профитных сделок. Всем пока.